Хочу рассказать о работе медицинских учреждений и сети городских аптек коммунального предприятия Одесс-ВАН. Все медицинские учреждения работают в штатном режиме, семейные врачи выходят на работу, работают, приемы ведут. Единственное ограничение это стационары, плановые операции на сегодняшний день отменены. Но ургентная помощь оказывается всем одесситам, которые приходят в наши учреждения. Каждый день пополняются медикаментами запасы в наших медицинских учреждениях. Хочу сказать, что вчера нам приехали три скорые помощи из Марселя, гуманитарная помощь полностью забитая. Внутри в самих скорых помощях еще и забиты медикаментами, носилками. Хочется сказать огромное спасибо от всех медицинских работников, от одесситов за такую помощь. Отдельно хочу остановиться на работе аптек нашего коммунального предприятия. Аптеки продолжают свою работу, ни на день не останавливались. Каждый день на сайте департамента здравоохранения, на сайте городском публикуются, какие аптеки работают. Минимум 13-14 аптек нашего городского предприятия работают каждый день с 9 утра до 16 дня. Продолжается выдача препаратов по всем программам, как по государственной программе, доступные лекарства. А хочу напомнить, в нее и входит выдача инсулинсодержащих препаратов, так и по городским программам, такие как технические средства, памперсы, пеленки. Тоже каждый день выдача идет, врачи выписывают рецепты. Поэтому особых проблем нету, и одесситы должны отнестись с пониманием, что если какая-то задержка, в данный момент нету этого препарата, то или предлагают фармацевты аналог этих препаратов, или надо день-два подождать, и препарат выдается. Главное, чтобы не было паники, знаете, чтобы не скупались все препараты, если они даже не нужны, а бы чтобы было. Не надо. Препараты каждый день получают наши предприятия, и на пол, как есть препараты. Хочется отдельно остановиться. Департаментом здравоохранения создан отдельный телеграм-канал доноров. Там можно легко записаться, и на сегодняшнее утро уже 650 человек записаны донорами, и при необходимости пополнить запасы. Уже у нас есть четкая база, и мы будем вызывать. На сегодняшний день заполнены банки крови во всех наших больницах. Это первая, десятая и одиннадцатая, и для этого и создан телеграм-канал, чтобы те люди, которые хотят сдать кровь, чтобы они не терялись, и у нас уже была база данных, и в любой момент мы пригласили неравнодушных одесситов, и была у них возможность сдать кровь.